7 августа во всем мире отмечается День профессионального оратора. Талант убеждения, благодаря грамотной и логически выстроенной речи, оценился с древних времен. В связи с этим мы пригласили к нам в гости актера театра кино, одного из создателей актерской школы, режиссера, педагога, общественного деятеля, кастинг-директора Андрея Белавина. Утро доброе! Доброе, доброе, доброе. Я прямо сейчас вспомнил фильм «Кавказская пленница». Как настроение? Ну, судя по улыбке, все хорошо. Ну, да, фирменная улыбка, она при мне. Благодарим вас, что вы пришли к нам в гости. Ура! Сейчас мы с вами поговорим. Мастерство красноречия. Как вы думаете, можно ли этому научиться? Или это все-таки талант? Любой навык, он имеет свойство наработки. Поэтому можно, конечно, научиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. А вот расскажите, что значит профессиональный оратор в вашем понимании? Ну, я считаю, что прежде всего человек должен четко понимать, что он говорит, для кого, для чего, кто он, образ. И вот в этом есть и профессионализм. Проблема человечества сейчас заключается, я думаю, в том, что люди очень много говорят букв, звуков. Это выстраивается в длинные предложения, в огромный текст. Но иногда смысла он не имеет. И меня учили так, что когда ты посылаешь мессендж, когда ты выходишь и понимаешь, для чего и что ты хочешь сказать, тогда речь льется сама. То есть это все-таки больше, как еще и энергия? Конечно, без этого никуда. Весь мир завязан на энергии. Тяжело задавать вопросы, на которые ты, в принципе, знаешь ответы, но хорошо. Мне тоже. Да, Лара же у нас тоже, оратор. Из каких показателей строится ораторское мастерство? Я считаю, что прежде всего ты должен ощутить сценическую свободу, да, это зажимы в теле убрать, это проработать свою дикцию. Ведь на нашем лице большое количество мышц, которые спят, их нужно разбудить. Это тренировка. Ну и, конечно же, словарный запас, да, кругозор. Это очень важные моменты, которые должны быть у оратора. А вот у актера, насколько должно быть развито ораторское мастерство? Как вы считаете? Ну, актер, он и есть оратор. Он же говорит, слово есть действие. Поэтому актер есть оратор. А как вы думаете, где можно вообще этому научиться? Это какие-то курсы или даже в университетах? Вы знаете, сейчас курсов очень много. Сейчас, мне кажется, бум такой. Курсов везде. Конечно, на курсах этому можно обучиться. В том числе и я этим занимаюсь. Ни одного оратора, так сказать, слепил. А вот как вы думаете, можно ли за короткий срок научиться выступать перед публикой или даже провести мероприятие вообще с нулевыми начальными данными? Что значит научиться за короткий срок? Во-первых, это практика. Если мы сейчас берем через призму актерского, то актер растет за счет чего? За счет сыгранных ролей. То же самое и здесь. Оратор становится классным, профессиональным оратором за счет того, насколько он часто выступает, насколько он часто говорит. Практика – это есть и обучение, по факту. Если говорить короткий срок, ну, для первого раза – да. А дальше – это постоянное совершенствование. Если нет совершенствования, тогда идет стагнация, потом и деградация. Поэтому это постоянно… Вот если брать опять же через призму актерского, то актеру учатся 4 года. Да, и если мы окунемся туда в прошлое, как в университетах актеры учатся, студенты? Это же с утра и до ночи. А потом еще, если ты живешь в общежитии, ты с одногруппниками берешь и репетируешь. И по факту не выходных, и отцепных толком нет. И 4 года ты учишься и выходишь и думаешь, а вообще, кто я? Что я? У нас у актеров есть некое такое внегласное, ну, не правило, а поговорка такая, что приходишь на первый курс, ты народный артист. На втором курсе ты заслуженный артист, на третьем ты просто артист, а на четвертом думаешь, кто я? Вот. Учиться-учиться, еще раз учиться, как я сказал ранее. Ну, вот вы говорите, что нужно иметь мысль, да? То есть то, что ты хочешь донести. А я так понимаю, что, наверное, есть люди, которые говорят какую-то информацию, но она абсолютно не несет никакой энергии, никакого смысла. И это получается, ощущается, что как будто бы какое-то пустословие. Вот как иметь вот эту вот энергию внутри? Как ее раскачивать? Тем, чем ты занят. Вот, если взять, ну, это касательно любого, мне кажется, человека, чем бы он ни занимался в любой сфере. Если ты выполняешь свои функции на сто процентов, ты этим горишь, тогда ты посылаешь эту энергию, тогда есть результат. Если мы берем не всех преподавателей, да, но зачастую у них это там, может быть, трехтысячный урок, пятитысячная лекция, а у меня, как у студента, она первая. И здесь важно вот этот вот вкус первого передать студенту. То же самое и оратору. Ты выходишь, ты должен как в первый раз этим гореть и максимально выкладываться. Вот я считаю, именно так должно быть. То есть вот как вы думаете, может ли оратор выступать с разными темами? Я так понимаю, теперь нет. Он должен выступать с какой-то одной темой, которая именно ему интересна. Нет, оратор – это же навык, и он может выступать с любой темой. Это как, если мы берем школу, да, я учился, ну, я не был отличником. У меня были разные оценки, и тройки, и двойки, и… Но хорошие оценки у меня были по тем предметам, которые я любил. Отсюда, я говорю, нужно полюбить тем, полюбить то, чем ты занимаешься, будет результат. Вот вы сегодня рассказываете эту тему, вещаете людям. Если вы ею прониклись и включаете свой навык оратора, то и проникнутся этой темой зрители-слушатели. Вот есть еще такой момент, когда мы, ведущие, ведем, например, новости. Вы знаете, есть такой момент, что мы можем вести их без отношения к этим новостям, и тогда мы будем пустой, говорящей головой, неинтересной. А иногда, а когда мы включаем свою голову и свое отношение, это совсем другое. Вот здесь вот это и есть, да? Ну, вспомните, наверняка вы видели такие ролики, где ведущие новостей, их эмоции захлестывали, и они даже иногда не могли произнести, да, эти новости со слезами на глазах. И это же сильнее трогает зрителя. Но вообще это считается в телевидении непрофессионализмом. Непрофессионализмом, да. К сожалению. Но это же трогает. Вот это тот момент, когда мы затрагиваем внутреннее, понимаете? Когда я смотрел в детстве фильмы про то, что весь мир будет состоять из роботов, и компьютер захватит мир, и казалось некой фантастикой, но если посмотреть сейчас на людей в большем количестве, мы сами превращаемся в этих роботов. Потому что мы перестали замечать то, о чем я говорю всем своим студентам-ученикам в актерском, да, перестали замечать. Если мы замечаем, тогда мы проникаемся, тогда мы этим горим, тогда сопереживает наш собеседник. Ведь весь мир это театр, а все женщины, мужчины в нем актеры, как сказал Вильям Шекспир. Поэтому каждый так или иначе играет свою роль. Ну здесь я соглашусь в том плане, что люди не то что замечать, да, перестают. Люди радоваться искренне чему-то перестают. То есть на все идет реакция, как у робота. Вау, классно, супер, поздравляю. Как-то цинично, да? Да, нету вот этого, я говорю, раньше мы там в детстве, в детстве я свое помню, да, я мог радоваться санкам безумно. Сейчас ребенку подари санки. Ну, ну, вот с детства прививаем детей. Или, знаешь, какая резиночка, да, допустим, сейчас какая резиночка, сейчас все сидят в телефоне. Мы вчера ехали с супругой в машине, разговаривали про зука и юпи, помните? Да. Были такие напитки, это же было самое вкуснейшее. Особенно, когда ты еще открываешь этот пакетик сразу. Сразу, не разводя, съела и все. А сейчас вот всего, мне кажется, вот это вот некая свобода, или как правильно это высказаться, то есть излишек всего, и люди перестали радоваться по-настоящему. Не все, конечно. Ну да. Я всегда привожу пример вода. Как мы пили воду в детстве. Мы же набегаемся, бежим в какую-нибудь колонке, да, и либо в подъезд кто-то набирает эту двухлитровую, полторалитровую бутылку пластмассовой воды, и мы ее просто в подъезде человек 10. Это же самая вкуснейшая вода была. А насколько сейчас человек пьет воду и прям смакует ее? Насколько мы обедаем, и каждый кусочек еды мы прям вкушаем? Не всегда так происходит. В большей части, в большей мере, мы едим на автомате. Время такое сейчас. Но я прошу всех настоятельно замедлиться и жить в моменте. Наслаждаться каждой секундой. В любом случае хороший оратор, он не должен превратиться в диктора новостных каналов. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ты знаешь, я еще хочу поднять тему по поводу преподавателей по ораторскому мастерству. Допустим, я вот нахожусь тоже на перепуте. То есть я как и студент, я как человек, который в будущем может это делать. Вот расскажите, пожалуйста, как можно определить хорошего преподавателя? То есть кому действительно можно пойти? На что нужно обращать внимание, по вашему мнению? Потому что очень многие сейчас. Я преподаватель, я могу. Вот как вы считаете? Сейчас как время наставничества. Человек пошел на наставничество и через несколько уроков открывает свое наставничество. Ну, здесь, конечно, это такая боль. Да, боль. Вы знаете, я был, приведу пример из своей жизни. Я был на мастер-классе у кастин-директора московского. И в Москве они живут прям очень сильно районами, по факту. И детей направляют в обучающие центры именно там, где рядом с домом. И вот она тогда сказала, что выбирая школу там актерского, да, или ораторского, вы должны смотреть не на расстояние, которое вы будете преодолевать или не преодолевать. Вы должны смотреть на то, кто открыватель, основатель, да, какой преподавательский состав, какой у этого преподавателя опыт, посмотреть его работы, посмотреть его социальные сети, посмотреть, насколько вот этот человек наполненный жизнью, насколько он человек, насколько он профессионал. Далее посмотреть, насколько там есть эти проекты настоящие, насколько ученики принимают участие в проектах, будь это спектакли, фильмы, рекламные ролики. И отсюда только выбирать. Я считаю то же самое. Здесь нужно посмотреть на историю преподавателя, и не вымышленную, а прям туда окунуться, вглубь человека, и посмотреть, насколько он твой или не твой. Это как, опять же, будущий студент театрального, он хороший студент, который прямо в профессии идет с разумом. Он изучает мастера. Подходит ли ему мастер? Его это мастер или нет? Я знаю студентов, которые пропускали год поступления, чтобы именно поступить к определенному мастеру. Здесь выбираешь уже кто-то через интернет, кто-то личная беседа. Вот как мы берем сотрудника на работу. Мы же собеседуем. Мало посмотреть анкету, написать можно все, что угодно. Как вы думаете, вот вы знаете, сейчас есть такие курсы ораторского мастерства по зуму можно заниматься. Вот как вы думаете, можно ли по зуму, через интернет этому научиться? Можно абсолютно. Опять же, если это профессионал. Потому что в карантин, когда мы все сидели дома, да, в 20-х год, и нас родители просто просили, пожалуйста, по зуму, там, актерская игра. Я говорю, да вы, вы как, вы о чем? Я человек, который 12 лет в театре отслужил вот так со зрителем. Ну, как по зуму? Мне нужно вживую, да? Но сели, прописали программу, и мы даже этюды ставили по зуму. Это было просто сногсшибательно на самом деле. Ребятки, которым было по 5-4 года, сидели час и два часа со мной зуме занимались. И не было проблем. То есть это реально? Это реально. А вы что-то хотите порекомендовать, посоветовать нашим телезрителям? Что-то донести? Я хочу, что сказать? Что живите с добром. Я хочу сказать, что изменить мир можно. Можно избежать войн, конфликтов. Был случай такой, да, я помню, на кассе. Кассир прям что-то на меня вспылило. И в этот момент я мог ответить грубо. Но как раз таки я тогда занялся такой практикой, что на любой такой выпад идти через добро. Я сказал, хорошо, прошу прощения, хорошего дня. И когда я уже сложил свои продукты в пакет и начал отходить от кассы, она сказала, мужчина, извините меня, пожалуйста, я покоричилась. Я сейчас заплачу. И вот этот посыл я хочу сказать каждому, что добро меняет мир. Как-то так. Спасибо большое вам, Андрей Викторович, за то, что вы к нам пришли. Мы так, я считаю, здорово пообщались. Нет, ну темы подняли, это действительно важное, да, что как стать оратором, с чего начать. Теперь я поняла, ты знаешь, поняла. Что ты поняла? Я поняла, что это дело не в технике, а дело в том пастели, в той энергии, которую ты несешь. Ну, конечно же, нужно еще читать, смотреть, слушать и самое главное практиковаться. И я сторонник той мысли, что искусство, оно воспитывает и оно лечит. Поэтому ходите в театры, читайте поэзию, читайте пьесы, смотрите фильмы и живите с добром. Как-то так. Спасибо большое вам. Спасибо большое, Андрей Викторович, что вы были. Все во благо. Утро вместе с нами. Спасибо.